В эфире русский медиахолдинг в студии Руамизу с выпуском последних известий. Здравствуйте! Главной новостью, конечно же, является проект Голос СЛ. Завтра состоится полуфинал и через неделю, 30 декабря, гранд-финал. Полуфинал пройдет на сцене Большого театра, а финал на главной сцене. Кстати, начиная с сегодняшнего дня, зрители могут прилететь на сим русского медиахолдинга, чтобы проголосовать за любимого участника. Голосование анонимное, и один аватар может проголосовать только один раз. Для приза зрительских симпатий установлена минимальная сумма в тысячу линденов. Но рядом с системой голосования есть тип джар, и зрители могут добавить к этой сумме любое количество линденов. Таким образом, до 30 декабря наберется сумма, которую и получит любимчик публики. Главный финалист, который получит 20 тысяч линденов, будет выбран наставниками. Кроме того, магазин фейерверков «Изабелл Декор» представляет подарочные карты, на которые финалисты шоу могут купить себе любой понравившийся товар. Магазин расположен на первом уровне нашего сима. Теперь немного о симе. Как вы уже знаете, русский медиахолдинг переехал на новый полнопримовый сим. 30 тысяч примов позволили нам размахнуться и создать три уровня. На первом уровне расположена зона прилета, большой театр и главная сцена, а также студии телевидения и радиовещания. Перемещаться по уровню можно при помощи монорельсовой дороги. Здесь есть три станции. Центральная – выход в зону прилета и концертным площадкам. Станция – музей прессы. Выход, собственно, к музею. И студийный – выход к телевизионным студиям. Время ожидания поезда составляет примерно три минуты. Обратите внимание, что не стоит вставать во время движения, иначе окажетесь под водой. А вот, собственно, и музей прессы. В нем имеются два зала. В зале телевидения вы найдете различные видеокамеры, старые телевизоры и монтажные пульты. В зале радио и печатной прессы расположена радийная студия, пульты звукорежиссера и первые газеты русского сегмента «Известия СЛ». Газеты можно листать, а можно взять бесплатный экземпляр и надеть его как хат. У некоторых экспонатов есть коврики с надписью «Инфо». Встав на коврик, вы услышите голос гида, рассказывающий историю этого экспоната. Для перемещения по уровням Сима можно использовать турболифт. Здесь все просто. Нажали на кнопку, вызвали лифт, сели и выбрали нужную станцию. Второй уровень – тропические острова. Это жилая зона, и здесь можно арендовать один из особняков. Их стоимость достаточно низкая – один прим, один линден в неделю. Оплата осуществляется в одном из кабинетов городской мэрии. У нас также имеется клуб, так что если есть желающие его арендовать, милости просим. По вопросам аренды просьба обращаться ко мне. Третий уровень – деревня Хабалкино. Это зона свободного общения. Здесь разрешены маты и запрещен бан. Администрация Сима не банит жителей Хабалкино. Но если они выходят за пределы деревни и ведут себя неподобающим образом, то они могут быть забанены, и тогда уже путь в деревню будет для них заказан. Кстати, жители Хабалкино разработали новый проект, который будет осуществлен в ближайшем будущем. Называется он «Я здесь». По словам автора проекта Макара Кириллова, правила просты. Участники собираются в одном месте, и у них только одна задача – не спать. В любое время один участник может спросить другого «Ты здесь?» и, соответственно, получить ответ. За выполнением правил конкурса будут следить так называемые «смотрящие». Они будут сменять друг друга. Победитель, продержавшийся дольше всех без сна, получит приз в 10 тысяч линденов. Подробности проекта вы сможете узнать в деревне Хабалкино. А это все новости на сегодня. В студии был Руамизу. До встречи.